Заманчиво струился дымок полевой кухни. Повар Иван Середа готовил обед для своих однополчан, и, быть может, этот чудесный летний день мог показаться спокойным и мирным, но звуки отдаленного боя портили эту картину. Середа нагнулся над солдатской кашей, чтобы ее помешать, но вдруг в его сердце быстро стала распространяться тревога. Глаз уже заметил что-то неладное. До конца еще не понимая, что же его тревожит, повар поднял голову и посмотрел в сторону редеющего леса. И точно, средь деревьев мелькали остовы немецких танков. Может, не заметят? Первое, что пришло в голову красноармейцу. Он схватил топор и спрятался в кустах, но его расчет не оправдался. Несколько вражеских машин действительно проехали дальше, а один танк повернул на опушку, подъехал к кухне, и в люке показалось довольное лицо рыжего немца. Видать, танкистам очень приглянулся брошенный трофей в виде сытного обеда. Иван Середа, то ли от обиды и поднявшегося в душе гнева, то ли, подгадав удобный момент, крепче сжал рукоятку топора и выскочил из своей засады. Что есть духу, бросился он в сторону танка, а рыжая голова, заметив приближающуюся опасность, быстро исчезла в чреве железного монстра. Немцы открыли огонь по наступающему красноармейцу из пулемета, но было уже поздно. Середа взобрался на танк, схватился за ствол и стал шатать его из стороны в сторону, мешая немцам вести уже бессмысленную стрельбу. А потом, видно вспомнив о топоре, несколькими ударами вывел из строя пулемет. Далее, применив смекалку, повар накинул свой халат и китель на смотровые щели и стал лупить обухом топора по люку и бортам танка и кричать несуществующим солдатам, чтобы те доставали гранаты и готовились подорвать противника. Немцы, конечно же, не понимая русской речи, а может и украинской, ведь Середа был украинцем, но точно понимая, что с ними сейчас сделают что-то нехорошее, не выдержали психологического напора и сдались на милость победителя. Середа, вспомнив о винтовке, которая у него была за спиной, с улыбкой на лице принял капитуляцию немецкого экипажа. Этот случай произошел в июле 1941 года. Тогда 91-й танковый полк 46-й дивизии, в которой служил поваром Иван Павлович Середа, сражался в Латвии в районе города Двинска, ныне Даугавпилса. Немцы в тот день прорвали советскую оборону, и в хозяйственный взвод прибежал запыхавшийся связной, который принес приказ от комбата парировать эту угрозу. Командир взвода собрал всех свободных людей и увел их выполнять приказ, оставив только Середу следить за обедом. А когда красноармейцы вернулись, то увидели довольного повара, немецкий танк и уже связанных танкистов. Подвиг Ивана Павловича, в принципе, известен, и многие уже рассказали о нем в своих видео. Но мало кто знает, что герой Советского Союза Середа получил не за это. Вернее, не совсем за это. Уже после происшествия с танком, его взяли в разведроту, и в августе того же года он отправился с другими красноармейцами в тыл противника. Там разведчики были обнаружены врагом, и немцы решили захватить их в плен. Но не тут-то было. Иван Середа в этот момент проявил просто феноменальные образцы героизма и мужества. Он подполз к немецкому танку, закидал его гранатами, а потом из пулемета долго отражал атаку немецких мотоциклистов. Своим упорством ему удалось отбить натиск врага и уничтожить при этом 20 солдат вермахта, а троих взять в плен. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство Середа Иван Павлович 31 августа 1941 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Иван Середа был уроженцем села Александровка Донецкой области. До войны он окончил пищевой техникум, и в ноябре 1939 года был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. Демобилизоваться он не успел по причине начала Великой Отечественной и сразу же был направлен на фронт. В августе 41-го он был дважды ранен. Потом, командуя взводом и ротой, принимал участие в обороне Ленинграда и битве за Москву, где был третий раз ранен. Уже тяжело. После излечения в госпитале Иван Середа окончил курсы усовершенствование командного состава и служил помощником начальника протфуражного и хозяйственного довольствия 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й Кавдивизии. После войны Герой работал председателем сельского совета в родном селе, но 18 ноября 1950 года скоропостижно скончался на 32-м году жизни. Друзья, спасибо вам за поддержку канала. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok